В Хабаровске вновь пройдет фестиваль театров Дальнего Востока, событие, которое объединит театры семи регионов ДФО. Главное театральное событие состоится в период с 17 по 27 сентября. За 11 дней будут показаны 15 спектаклей театров Владивостока, Комсомольска-на-Амуре, Мирного, Нюрбы, Петропавловска-Камчатского, Улан-Удэ, Уссурийска, Хабаровска, Южно-Сахалинска и Якутска. Завершит программу фестиваля показ спектакля наших гостей из столицы МХТ имени Чехова. В 2019 году открылась программа развития театрального искусства на Дальнем Востоке, разработанная под руководством художественного руководителя Театра нации Евгения Миронова. В рамках программы в сентябре 2019 года в Хабаровске состоялся первый фестиваль театров Дальнего Востока, который впервые объединил в одном событии драматические профессиональные театры Дальневосточного федерального округа. Подробнее о масштабном мероприятии поговорим с нашей гостью в студии Анна Шовгарова, театральный критик, кандидат наук, доцент Хабаровского института культуры, член художественного совета фестиваля театров Дальнего Востока. Доброе утро. Доброе утро. Масштабное событие, глобальные планы. Сколько вообще к нам приедут театров? Сколько театров? Сколько театров? 15 театров, 15 спектаклей. Все регионы. Бурятия, Якутия. Из Якутии аж 4 театра. Причем Якутия представляет такой очень широкий спектр от национальных спектаклей до спектаклей совершенно необычных и непривычных, небытовавших в Хабаровске. Инклюзивный театр. Из Улан-Удэ у нас приедут тоже и русский театр, и национальный театр. Это вообще впервые наши хабаровчане будут знакомиться с национальными театрами. Я думаю, что это большое событие. Понятно, что и Магадан, и Сахалин, и Владивосток, наши соседи, все привезут русский драматический театр. Но вот такой спектр увидеть – это уникальное вообще явление. И также у нас впервые будет гостевая программа из спектакля Сережа Дмитрия Крымова. Это спектакль, завоевавший, номинированный на «Золотую маску» в нескольких номинациях, завоевавших «Две золотые маски», лучшая режиссура, лучшая женская роль. Я думаю, что это многое говорит. Спектакль будет идти два раза в рамках гостевой программы фестиваля 26 и 27 сентября. Но это такое событие. И даже не потому, что это маски, что это признано театральным сообществом. Это какой-то новый театр. Театр тонкий, психологический и театр художника. Я просто уверена, что театралы Хабаровска такого еще не видели. 15 театров, а труппы большие вообще? Разные. У нас магаданский спектакль, одна актриса. Моноспектакль, да? Ну, там... Ой, магаданский спектакль вообще такой интересный. Все интересное. Магаданский спектакль будет проходить в театральном гараже. Ну, в гараже Тюза. Потому что всего на 10 зрителей. И одна актриса, которая взаимодействует... Это по рассказу о Платонова «Семья Иванова». Она взаимодействует с письмами, с теми вещами, которые, естественно, не реальные, не документальные, но близко к этому. И главное, что действие происходит на таком длинном столе, который, представляете, он сделан из досок, которые нашли при ремонте магаданского театра, которые строили, как известно, заключенные. Ну, и труппа первая магаданского театра, она состояла из заключенных. То есть они вот привезут этот настоящий стол, который их вот питал в рождении этого спектакля. Есть, конечно, спектакли, есть спектакли «Бродилки». Но у нас вообще в этом трассе с 15 спектаклей три отмечены так или иначе «Золотой маской». Сахалинские экстремалы, несколько номинаций, и актриса их стала лауреатом «Золотой маски» в номинации «Лучшая женская роль». Спектакль «Улан-Удэ» «Наводнение». У них тоже, по-моему, пять номинаций. Спектакль Хабаровского «Тюза» «Вафельное сердце» был участником спецпрограммы. Ну, я по своему опыту эксперта, участника фестиваля, хочу вам сказать, что региональный фестиваль, на котором три спектакля так или иначе отмечены «Золотой маской», это круто. Вообще, вот сам фестиваль театров Дальнего Востока. Вот все привыкли, и театралы, и в том числе зрители, что за большой театральной жизнью труппы едут туда, на запад за фестивальной жизнью. А тут вот у нас все на Дальнем Востоке, пожалуйста, в Хабаровске. Чем это нам полезно? Что это нам вообще дает? Ну, это полезно всем. Это полезно и театрам самим, обмен. Представляете, что такое фестиваль? Это значит, все приезжают, у нас будет образовательная программа, часть участников фестиваля останутся на полный строк, для того, чтобы принять участие в фестивальной программе. По два, по три спектакля в день. Конечно, все ходят, конечно, все смотрят, конечно, обмениваются. Ну, я уже не говорю про то, что происходит вокруг фестиваля. Какая-то у нас, помимо образовательной программы, будут встречи. У нас будет встреча запланирована с художественным руководителем фестиваля, Виктором Рыжаковым. Он приедет открывать фестиваль. Ну, я думаю, даже просто говорить о полезности, ну, это как... Какая полезность, когда вы яблоко кушаете? Да, сразу там вот столько-то... Я как зануда, и мужчина все закидывает, а мне важно найти рациональное зерно. Что я получу? Ну что, ждем с нетерпением. С 17 по 27 сентября пройдет масштабный фестиваль. Мы уже сказали, 15 театров, 15 спектаклей, возможность полностью погрузиться в атмосферу и найти для себя что-то новое и интересное. Спасибо большое. В гостях была Анна Шавгарова, театральный критик, кандидат наук, доцент Хабаровского института культуры, член художественного совета фестиваля театров Дальнего Востока.